И снова здравствуйте, девчонки! Мы продолжаем плести ловец снов. Еще раз повторюсь, что небольшой перекос вполне допустим. При плетении паутинки довольно сложно добиться идеально ровной окружности, но, тем не менее, нужно к этому стремиться. Обратите внимание, что при плетении паутинки я периодически распускаю получившийся узелочек и перетягиваю нитку для того, чтобы добиться равномерного натяжения рабочей нити в каждой ячейке. Мое плетение близится к финалу. Я делаю контрольный замер на разметной сетке и прикидываю, как оно будет выглядеть без сетки. У меня есть небольшой перекос в окружности, но он не смертелен и будет незаметен на фоне декора. На последней ячейке я затягиваю не один, а два узелка, обрезаю рабочую нить и приклею ее вдоль кромки моей паутинки, а также немножко капаю клеем на самый первый узелок в паутинке. Обратите внимание на то, что клея должно быть очень-очень немного, чтобы после его высыхания он был незаметен. Я в данном случае клею на клей фэнтези и могу сказать, что эксперимент удался. После высыхания это небольшое количество клея, который вы видите сейчас в кадре, будет незаметным. Ну что ж, ловец, а точнее его основа готов и можно приступать к декорированию. Я задумала такую ягодную палитру, черная смородина, черника, голубика и немного крем-брюле. Предварительно я загрунтовала и окрасила чипборд, это тоже чипборд из коллекции фэнтези, в посте будет ссылка на данный чипик. Также я вырубила немножечко веточек и листиков и приступаю к подбору цветочной композиции. Я планирую несложную цветочную композицию. Не будет здесь большого разнообразия материалов, будет только чип, вырубка, немного вырезалок и тканевые цветы. А потом все сверху абсоблю топпингом. Итак, примерную композицию я наметила и сейчас я буду закреплять ленты на основе ловца. Я подобрала шелковые ленты ручного окрашивания. Обратите внимание, окрашивание на моих лентах как равномерное, так и неравномерное. Это создаст дополнительную текстуру. Хвостики будут смотреться более объемно, более фактурно, более интересно. Если ленты, которые вы у себя нашли, слишком широкие для вашего ловца, их можно разорвать или разрезать вдоль и сделать их раза в два, а то и в три тоньше. Не бойтесь махрушек по краям ленты, ловец снов, он всегда в любом исполнении, всегда немножко боха, поэтому я считаю, что лохматые слегка кромки у лент вполне допустимы. Я закрепляю ленты на обруче ловца обычным узелком двойным и закрепляю их либо за крайний хвостик, либо за серединку. В зависимости от того, какую ленту, какой длины и какого объема я желаю видеть конкретную ленту в конкретном месте обруча. Таким образом мы заполняем лентами нижнюю часть ловца. По желанию можно заполнить четверть окружности, треть или ее половину. Это все зависит от вашей конечной задумки и от вашей композиции. Кстати, если ваши ленты не рвутся вдоль, то можно разрезать, как я уже говорила, ножницами. И при этом я советую не использовать ножницы прямые. Разрезать ленты вдоль интереснее фигурными ножницами, чтобы кромка была более фактурной, более лохматенькой и более интересной в итоге. Фиксация лент близится к своему завершению. Под занавес я добавила три хлопковые мятые лента кремового цвета для объема, для фактуры. И сейчас я примерю еще разочек свою цветочную композицию, все ли у меня гармонично смотрится. И будем приступать к финальной склейке композиции. В данном мастер-классе я сделала упор на плетение ловца основ на его основе. И, собственно, склейка композиции, ее формирование, оно менее подробно здесь представлено. Но, как мне кажется, девчонкам-скраперам будет более интересен процесс создания самого ловца, нежели процесс создания композиции на нем. Потому что, в общем-то, формирование композиции здесь мало отличается от формирования композиции на той же открытке или на панно. Единственное, есть небольшие технические нюансы. Во-первых, не перегружайте вашу композицию. Не перегружайте ее в буквальном смысле. Все элементы композиции следует подбирать максимально легкими. Не стоит использовать чип-борд и даже пивной картон для прослойки. Если все-таки вам потребуется поднять слои для объема вашей композиции, то старайтесь использовать как можно меньше картона, никакого чип-борда. Повторюсь, используйте пивной картон, либо прослойки из веточек чип-борда. Также можно в качестве слоев использовать, например, обруч и сеточку-паутинку. Уровень обруча будет к нам ближе, сеточка чуть дальше. И таким образом композиция уже будет чуть более многослойной. Например, обратите внимание, что грибочки я приклеила на сетку, а основную композицию я зафиксировала на обруче ловца снов. Второе. Как еще можно добиться объема композиции, не утяжеляя ее? Вырубку, вырезалки, тоненькие веточки чип-борда. Можно фиксировать между лепестками цветов на цветочки, более мелкие цветочки цеплять на лепестки более крупных цветов. Третий пунктик по достижению объемной композиции без ее утяжеления – это фиксация отдельных элементов под углом. Например, часть листочков, часть мелких цветочков я зафиксировала не в лоб, не фронтально, а под легким углом к основным элементам композиции. Моя композиция готова. Я ее зафиксировала, слегка подсушила клей и приступаю к топпингам. Топпинги я клею также на клей фэнтези. В этом плане он себя прекрасно зарекомендовал. И честно скажу, что он мне нравится даже больше, чем медиум, на который я клеила топпинги раньше. Я сейчас наношу хаотично мини-прилсы на всю цветочную композицию в тех акцентных местах, которые, мне кажется, заслуживают акцентов в виде топпингов. С топпингами я закончила и добавляю в свою цветочную композицию небольшое количество маленьких пайеток двух диаметров. В данном случае пайетки у меня диаметром 3 и 4 миллиметра. Пайетки я люблю фиксировать не хаотично, а прицельно, поэтому каждый раз вот таким образом при помощи пинцета и липкой палочки мучаюсь, прикрепляя пайетки в конкретном нужном мне месте. И финальный штрих на ловце я сделаю небольшую тонировку цветочков, вырезалок и немножко вырубки. Я тонирую цветочки в данном случае сухими мелками. Это мелкие пеблс. Я их, честно говоря, покупала как бы не в 2012 году, поэтому я, честно говоря, не знаю, где можно сейчас найти что-то подобное. Но заменить можно, например, сухой пастелью. Все, ловец готов. Всем спасибо за внимание и вдохновение вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok